Сборы целей были трехуровневые Один уровень – это начальная туристская подготовка Второй уровень – это продвинутые спортсмены, которые готовились к походу четвертой категории сложностей И люди, которые готовились к жетону спасения в природной среде С начинающими работал инструктор спортивного туризма Михаил Попов С продвинутыми работал инструктор ФАР Илья Мельников С людьми, готовящимися на жетон спасения в природной среде, работал я Почему был выбран район проведения сборов целей? Мы всячески пытались минимизировать затраты участников на обучающий семинар И кроме этого старались сделать так, чтобы район обеспечивал работу на всех видах рельефа На скалах, на ледниках, на снегу Мы посчитали, что всем этим качественно наиболее оптимально удовлетворяет район СЭЯ Дело в том, что полноценно подготовить, отработать технические приемы в Подмосковье невозможно Потому что нету полного соответствия рельефа с тем рельефом, на которых происходят реальные походы А в условиях похода отработать технический прием достаточно сложно Потому что люди, уставшие после движения Отдых в палатке, он не столь полноценен, как в здании И вообще для того, чтобы методически, грамотно отработать какие-то технические приемы Надо хорошо знать те полигоны, на которых будут отрабатываться приемы Потому что для того, чтобы безопасно отработать технический прием Надо четко знать, что на этом рельефе курсант данного уровня подготовки Сделает все достаточно безаварийно и безопасно А какого уровня были курсанты? И спортивного уровня, и возраста, и мужчин, и женщины? Количество мужчин и женщин было приблизительно равное В новичковой группе было чуть больше женщин В спортивных и группах спасения чуть больше мужчин Возраст начиная от 23 лет и до 30 Какие учебные блоки были в этих семинарах и сборах? А что они включали? Начальный уровень включал работу на рельефе На снежном, на простых скалах, на простом льду И были отработаны определенные элементы лавинной подготовки Работа продвинутых спортсменов на сложном скальном рельефе На сложном ледовом рельефе Крутизна склонов и на льду, и на скалах От 60 до 90 градусов Если просто спортсмены больше уделяли внимания технике преодоления Локальных препятствий То группа специализирующих на жертон спасения в природной среде Отрабатывала в основном приемы спуск, подъем пострадавшего Перемещение пострадавшего по технически сложному рельефу Ну и была повторена лавинная подготовка А курсы первой медицинской помощи Они уже были пройдены всеми курсантами? Или здесь то же самое Уже в условиях природной среды проходились и курсы первой медицинской помощи? К сожалению, те сроки, на которых мы можем выехать в горы Они достаточно ограничены и не могут охватить весь спектр подготовки Поэтому медицинские курсы мы проводили в Москве Правильно я понимаю, что если человек хочет ходить четверку Маршруты четвертой категории трудности в горах То он обязательно должен пройти подобные учебно-тренировочные сборы Я считаю, что так Технические приемы полноценно можно отработать только в условиях сборов Мы всячески стараемся сделать, чтобы эти сборы максимально совместить с выходными днями и праздниками Для того, чтобы у людей осталась возможность сходить в спортивный поход Но при этом, если человек совершенствует свое спортивное мастерство только в условиях горного похода У него мало возможностей отработать все варианты исполнения технического приема И я считаю, что полноценной технической подготовки только в походе добиться крайне тяжело Что это за жетон спасения в природной среде, который учредила Федерация спортивного туризма России? Его требования, характеристики, особенности и возможности для тех, кто его получит? Люди, оказывающие помощь попавшим в аварии в условиях природной среды Тоже находятся в повышенной опасности Потому что помимо преодоления локальных препятствий Им еще надо помогать по этим локальным препятствиям передвигаться людям Которые имеют какие-то травмы, либо физические, либо психологические Поэтому готовность людей, которые оказывают помощь людям на технических препятствиях Должна быть несколько выше обычных спортсменов Жетон учрежден в Федерации для того, чтобы стимулировать подготовку спортсменов К таким более сложным условиям Жетон присваивается людям, прошедшим маршруты четвертой категории сложности Желательно, чтобы они имели аттестацию статус спасателя И кроме этого прошли как минимум три специализированных блока По подготовке к работе на различных рельефах На сегодняшний день мы решили, что для пешеходного и горного туризма Человек должен отработать высотно-технический блок Ну, такой приблизительно, как мы отработали у ЦЕИ Не обязательно это должен быть ЦЕИ, это может быть какой-либо другой горный район Но люди должны там отработать передвижение на всех формах горного рельефа и на высоте Потому что в горах помимо сложности локальных препятствий Еще присутствует холодная погода, разряженный воздух и так далее То есть должен быть отработан высокотехнический блок Мы считаем, что люди должны пройти блок первой помощи Претендующий на жетон спасения должны пройти блок скальной технической подготовки Который мы обычно проводим в Крыму И блок выживания в горно-таежной местности, который мы проводим в Удмуртии на реке Кама Известно, что подобный же жетон за спасение в горах существует в Федерации альпинизма России Какие отличия между этими жетонами спасения в природной среде и в горах? Взаимозаменяемые они, взаимопроникновенные Вот об этом очень важно знать, наверное, тем, кто обладает или тем, или тем Чтобы сэкономить время на получение другого жетона Или вообще достаточно иметь один, чтобы уже быть полноценным спасателем? Жетон фара спасения в горах, он подразумевает работу только в условиях гор Благодаря этому жетону технический уровень людей, оказывающих спасательную работу в горах, явно возрос Это послужило и нам, Федерации спортивного туризма, как пример для того, чтобы вести подобный жетон у нас Но условия работы Федерации альпинизма и Федерации спортивного туризма, они несколько различны Если фара работает только в горах, то мы работаем практически на всех формах рельефа В горах, на воде, в тайге, в Арктике, на лыжах, другими способами передвижения Да, наверное, специализация горный туризм и альпинизм, они достаточно близки И технические приемы, наверное, достаточно близки Но мы обязательно ввели такой блок, как выживание в горно-таежной местности Потому что многие наши маршруты проходят в сильно удаленных районах Может быть, они иногда бывают не столь высоки, как высотные районы Но при всем при этом дикость района, а то у нас населенки, оказывает сильное влияние на работу людей в этих условиях Поэтому жетоны, они все-таки различны Не все блоки, которые включают жетон спасения в природной среде, включаются в жетон спасения в горах Мы признаем, что жетон спасения в горах сделал много для того, чтобы повысить технический уровень спортсменов-альпинистов И мы надеемся, что жетон спасения в природной среде также поднимет техническую подготовку спортивных туристов Обладатели жетонов признаются Росспасом МЧС России в качестве полноценных помощников при спасательных, аварийных ситуациях, эвакуационных работах Какие-то преимущества, может быть, льготы, какие-то возможности новые открываются ли перед обладателями жетонов в этом направлении? Вообще спасательная служба, она всегда, на самом деле, началась со спасательных отрядов, туристских и альпинистских Но формально в 151-м законе, в федеральном законе, оговорено четко, что спас работами могут заниматься люди только со статусом спасателя Формально МЧС, конечно, понимает, что люди, прошедшие подготовку на эти жетоны, обладают хорошей технической подготовкой Но с юридической точки зрения это не очень важно, потому что для участия спасательной работы нужен статус, чтобы человек защитил, аттестовался на статус спасателя Мы всячески стараемся, чтобы обладатели жетонов обладали бы также статусом спасателя, но технически это сделать достаточно тяжело Подготовка на статус спасателя достаточно дорогостоящая и очень протяженная по времени Поэтому, к сожалению, не все обладатели жетонов спасения в горах и жетонов спасения в природной среде обладают статусом спасателя Развитие в этом направлении, когда будут следующие сборы или летние, зимние, как они отличаются друг от друга То есть начался новый год и, соответственно, вы можете уже сейчас рассказать, что предстоит тем, кто хочет стать обладателем жетона за спасение в природной среде Какие этапы в течение года он должен пройти, что ему предстоит? 22 февраля начнутся сборы, которые будут проведены в Удмуртии на реке Кама Цель сборов научить людей выживать в горно-таежной местности и при этом работать на препятствии с пострадавшим, оказывать помощь пострадавшему Основная идея этих сборов все-таки научить людей работать в автономке и оказывать помощь пострадавшему силами малой группы И в мае месяце будут проведены скально-технический блок на жетон спасения в природной среде, который пройдет в Крыму Наверное, немаловажно, сколько стоит участие в таких сборах на всех этапах для получения жетона за спасение в природной среде Мы не можем сейчас назвать фиксированную сумму Мы всячески минимизируем затраты участников Так, например, сборов ЦЕИ у нас обошлись для участников порядка 12 тысяч Это с учетом дороги, проживания и питания Организационный сбор для проведения сборов в Удмуртии, он всего 3 тысячи рублей Который тоже будет включать в себя проживание, питание Но на стоимость всего мероприятия очень сильно сказывается еще и дорога Понятно, значит, людей, приехавших на сборы из Татарстана и Удмуртии Она будет заметно меньше, чем у людей, приехавших на сборы из Москвы или Ленинграда Сборы в Крыму мы еще не просчитывали Но практика предыдущих лет показывала, что мы 12-дневные сборы умещали в 17-18 тысяч рублей И куда обращаться для тех, кто хотел бы получить жетон спасения в природной среде? О всех сборах написано на сайте турклуба Вестра Или пишите мне на почту Федерацию спортивного туризма Мы попробуем сделать так, чтобы эта информация дошла бы до организаторов СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лавятся в огне даже камни, Весятся спокойные реки, Держится все на спасителе и спасателе. Снова звонок на пульт, Обычные будние дни, И почему герои именно они? Холодеет чуть-чуть ладонь, В жаркую эту ночь, Но ты попробуешь огни в огонь, Если дома жена и дочь, По плечу постучит ладонь, Слава Богу, ты не один, Но ты попробуешь огни в огонь, Если дома жена и сын. Опыт приходит с годами, Но только к тем, кто выжил, Кого не обошла удача стороной. Парни, вы где-то с нами, Я в огне вас бывает вижу, Тех, кому жизнь чужая, Дороже собственной. Нет своих, нет чужих, Если пришла беда, И они вновь и вновь Шагают в никуда. Холодеет чуть-чуть ладонь, В жаркую эту ночь, Но ты попробуешь огни в огонь, Если дома жена и дочь, По плечу постучит ладонь, Слава Богу, ты не один, Но ты попробуешь огни в огонь, Если дома жена и сын. Каждый день где-то рядом с тобою, В воду огонь или тьму, На службу уходит герой, Неизвестный никому. Чтобы не быть один на один с бедою, Вот ответ на вопрос, почему На службу уходит герой, Неизвестный никому. Тяжело дышать, еще один шаг, Череп все время сползает, Господи, только бы не горняк, Хорошо, что мама не знает, Я смогу, я пробьюсь, Спасать ли это сила, Мама, я скоро вернусь, Ну, давай тушила, Ну же, давай тушила! Холодеет чуть-чуть ладонь, В жаркую эту ночь, Но ты попробуешь огни в огонь, Если дома жена и дочь, По плечу постучит ладонь, Слава Богу, ты не один, Но ты попробуешь огни в огонь, Если дома жена и сын. Слава Богу! Субтитры создавал DimaTorzok